По итогам переписи населения 2004 года почти 32% населения составляют молдаване, 30% русские и почти 29% украинцы. Далее следуют болгары 2,5%. В республике работают 159 школ. Более 70% из них обеспечивают получение образования на русском языке, 16% на молдавском и 2% на украинском. Еще 9% составляют школы с русско-молдавским и русско-украинским языками обучения. Учитывая интересы большинства этнических групп, в Приднестровье придали официальный статус трем языкам – русскому, молдавскому и украинскому. Насколько это обосновано и как это работает, мы решили узнать в ходе нашего опроса. Какие официальные языки у нас в Приднестровье существуют? Да боже мой, я, наверное, 15 или больше. Официальные? Официальные – это молдавский, русский и украинский. Скажите, как вы думаете, это обосновано, вот иметь три официальных языка? Я даже не могу сказать, но, наверное, обосновано. А почему обосновано? Потому что эти здесь и живут, народы здесь и живут. Как вы считаете, официальные три языка, они как-то обоснованы? И почему, зачем это нужно? Ну, как они не обоснованы? У нас столько людей, которые родились, которые приехали, которые создали семьи тут. И почему он не обоснованно должен быть? Все мы должны говорить на всех языках. У меня родители украинцы, молдаване, муж россиянин, поэтому... Теперь я и мои дети тоже россияне, у нас гражданство российское, поэтому нам все языки родные. Людей же делят не по языку, не по внешнему, ой, не по рации, а, наверное, все-таки по каким-то человеческим качествам, по каким-то условиям жизни. Поэтому, какой бы язык ни был, к нам каждый будет родной. Скажите, как вы считаете, у нас равноправие языков? Не знаю, не могу сказать. Есть, нету, не могу сказать насчет этого. У нас три языка законных, по закону, по конституции, молдавский, украинский и русский язык. Это защищено конституцией. А скажите, насколько это обосновано? Вот все-таки, куда бы вы ни пошли, в какое государственное учреждение, вы, если запросите документ, на каком языке я вам его даду? Ну, у нас дело производства на русском языке, а мы между собой общаемся на любом языке. Несмотря на то, что конституцией ПМР предусмотрено равноправие трех языков, на деле не все так совершенно. Культурные традиции сохраняются, получить образование на родном языке вполне реально. А вот в госучреждениях все документы выдаются, как правило, пока на русском языке. Поэтому говорить о полном языковом равноправии еще рано, но опыт других стран показывает, что это возможно. Эстония. Эту страну часто представляют государством, где права национальных меньшинств ущемляют. Но побывав в одном из городов, этот миф развеялся. Город Нарва. Несмотря на то, что здесь один официальный язык – эстонский, а большая часть населения – это русскоговорящие жители, проблем в равноправии языков не возникает. В том числе и в общении с теми, кто стоит у власти. У нас, да, ситуация такая, что в основном люди русскоговорящие в городе. Человек, который приходит, например, или ко мне на прием, или приходит в мере на прием, может разговаривать на русском, потому что было бы, наверное, очень глупо начинать делать важное лицо и требовать знания эстонского языка, потому что он житель города и имеет право прийти и спрашивать. Также письменно то же самое. Если человек пишет на русском, получит как бы два ответа. Это официальный ответ на эстонском, но туда по хорошей традиции прикрепляется неофициальный перевод на русском, то есть чтобы человек все-таки понял, чтобы он не должен потом пекать переводчику или покупать себе словарь и попытаться его переводить. Стоит отметить, что в Нарве проживают представители более 60 разных национальностей. Они пытаются сохранить традиции, культурные наследия и, конечно, свой язык. Все это поддерживается государственными программами и различными европейскими фондами.